МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это кадры выступления 9-летней Марианы Краснопевцевой в популярном шоу-танце. Юная челябинка танцует в стиле хип-хоп и делает это экспромтом. То есть без тренировок и заготовок. Девочка импровизирует на сцене, чем и вызывает восторг у наставников шоу. Мариана из челябинской спортивной семьи. Ее мама Юлия – руководитель школы танцев, а отец Юрий – тренер по карате. Девочка уже не в первый раз участвует в шоу. Она пробовалась в 5 лет, но тогда организаторы посчитали, что Мариана еще слишком маленькая. А вот на этот раз все прошло успешно. Ее взяли в проект. Мариана признается, может танцевать в разных стилях и готова пробовать все новое. Я очень хочу танцевать с кем-нибудь в дуэте, поучаствовать в каких-нибудь всяких постановках. Мне очень это нравится. Просто в шоке в большом. Теперь Мариану должны выбрать кто-то из наставников в команду, после чего начнется основной этап отбора. Юные участники будут выступать в дуэте со взрослыми подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой. О волейболе. Завершился турнир в памяти бывшего председателя законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. Среди почетных гостей ветераны клуба, руководители спортуправления и депутаты ЗСО. Председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев рассказывает, Виктор Федорович был увлеченным спортом человеком. Он всегда был очень заядлым болельщиком. Вот если его увидеть, когда он смотрит хоккей, футбол, вот он весь растворяется в этой игре. Вот ему хочется выбежать и самому играть, и показать, как нужно играть. Турнир памяти Давыдова проводится в Челябинске в 14-й раз. Это традиционное межсезонное соревнование. В этом году в нем принимает участие 4 команды. Челябинская «Динамо», Екатеринбургский локомотив «Изумруд», Магнитка «Университет» и Тархан из «Стерлитамака». Для всех клубов этот турнир – возможность проверить свои силы перед стартом чемпионата России. «Динамо» в этом году омолодилась на 50%. К команду пришли новые игроки. Доигровщики Михаил Никель и Сергей Жуков. И три экс-волейболиста Санкт-Петербургского автомобилиста. Доигровщик Илья Колпачков, связующий Михаил Щедров и блокирующий Эльмир Ребров. «Команда у нас омолодилась. Будем от нее ждать достойной игры и хороших результатов». По итогам соревнований «Динамо» одержала три победы из трех и завоевала первое место домашнего турнира. Сезон для челябинской команды начнется 17 сентября. Кубковая игрой в Уфе против местного Урала. А чемпионат высшей лиги А стартует 22 октября. «Динамо» сыграет против «Искры» из Одинцова. А я напомню, что челябинцы в сезоне 2017-18 стали обладателями серебра. Впервые в истории клуба. А прошлый сезон они завершили на четвертом месте. О хоккее. Воспитанник «Трактора» Виталий Абрамов вызван в лагерь для новичков клуба НХЛ «Оттава Сенаторс». Сборы пройдут с 5 по 9 сентября. В рамках подготовки к сезону состоится турнир трех команд. Новые игроки «Оттавы» проведут по два матча с новичками «Монреаля» и «Виннипега». Напомню, 21-летний Абрамов перешел в «Оттаву» в прошлом году. Из системы «Коламбуса» провел за «Сенаторс» одну игру в НХЛ. В основном выступал в фарм-клубе канадского клуба «Белевиль». В 70 матчах НХЛ набрал 29 очков. Впервые на Южном Урале сильнейшие спортсмены мира из четырех стран тренируются в Златоусте. Боксеры России, Японии, Венесуэлы и Израиля готовятся к чемпионату мира. Он пройдет с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. Что удивило представителей страны восходящего солнца в уральском лете, знает Денис Киселев. Просмотр спортивных роликов на Ютубе «Сон и обед». Так отдыхают от тренировок боксеры, которые готовятся в Златоусте к чемпионату мира. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы Давид Алавердян выступает за сборную Израиля. Рассказывает, времени на поход в город нет в день по две тренировки. Встретили отлично. С аэропорта сразу сюда. Вообще никаких проблем. Костиница отличная, еда шикарная. Люди хорошо к нам относятся. Сейчас в Златоусте тренируются и проживают 4 сборные планеты. Японии, Венесуэлы, Израиле и России. Всего 120 человек. Все спортсмены отмечают, находиться на Южном Урале им очень комфортно. Особенно отмечают питание в отеле. Венесуэльцы, например, в основном выбирают соки и спагетти с сыром. Мы привезли сюда двух наших боксеров, призера Олимпийских игр Юэля Финаля и Алика Корбу. Остальная команда готовится в другом месте. Встретимся мы с ними уже в Екатеринбурге. Представители сборной Японии отмечают, не ожидали такого дождьевого и холодного лета в России. В это время на их родине плюс 30. Но в этом они находят и позитивные моменты. Им нравится. Самое главное, что здесь прохладно, с одной стороны, вроде и погоды нет. А с учетом того, что в Японии на сегодняшний день, в данный момент, это жара, духота, то для них одно удовольствие здесь находиться. Главный тренер российской сборной Виктор Фархудинов рассказывает, команда отлично провела подготовку. И у нее хорошие шансы на медали предстоящего чемпионата мира. Сейчас главное, чтобы психологически подошли все к соревнованиям. Думаю, что будем стараться выступить как можно лучше. Сборная России в составе восьмерых человек отправится в Екатеринбург 5 сентября. На сегодня это все. Далее происшествия. Уроженка Челябинской области, 28-летняя женщина, заявила о пропаже своего ребенка. Но вскоре выяснилось, что мальчик мертв. Где его нашли и кого обвиняют в убийстве малыша, знает Елизавета Болдырева. Не переключайтесь.